Добрый вечер, девочки и мальчики! Скоро у нас выступление на детском празднике, так что сегодня генеральная репетиция! Хорошо! Так, актёры готовы? Готовы! Пожалуйста! Колобок, колобок, я тебя съем! Не ешь меня, волк, я тебе песенку спою! Я от дедушки ушёл, я от бабушки ушёл, Я от заяца ушёл, я от тебя, волк, подавно уйду! Ой, как хорошо! Ну что ж, продолжаем! Идёт колобок дальше, вдруг видит медведь! Медведь! Гороль медведь мне нравится, акса, да! Колобок, колобок, я тебя съем! Я от дедушки ушёл, я от бабушки ушёл, Я от заяца ушёл, я от волка ушёл, Я от тебя, медведь, подавно уйду! Замечательно! Так, дальше! И покатился колобок по дороге, только медведь его и видел! Катится колобок, катится, а навстречу ему лиса! Я лиса! Я лиса, всем хороша! Да только слышу плохо, садись ко мне поближе, колобок, И пой с мою песенку! Я от заяца ушёл, я от волка ушёл, от дедя ушёл, И от тебя, лиса, тоже уйду! Хм-хм, а вот и не уйдёшь, я тебя съем, ам-ам, вот и всё, занавес! Нет, не занавес! Чего? Я вот так не играю! К чему? Я против Оксана! Я хотел сказать, мне вообще такой финал не нравится! Надо же! Хрюша, но в русской народной сказке колобок всё именно так! Мы, так сказать, идём по сценарию! А я предлагаю! Нет, я требую играть в другую сказку с хорошим концом! Колобок на новый лад! Да, я тоже схрюшу согласен! Мне тоже многие сказки не нравятся! А что? Интересная идея! Будем выступать с программой «Сказки на новый лад»! Андерсон! Принцесса на горошине! Моя самая любимая сказка! Жил-был принц! И хотел он взять себе в жёны принцессу! Да только настоящую принцессу! А-а-а! Настоящую принцессу интересно! Оксана! А как определить настоящая принцесса? Или поддельная? А-а-а! Очень просто! Вовсе нет, Каркуша! Это совсем не просто! Принц объездил весь свет, каких только принцесс ему не сватали! И умницы, и красавицы! А он всё сомневался! Да! Настоящие они или нет? А-а-а! Ой, извините! Что с тобой, Биби Гоша? Ты не выспался? Нет-нет-нет-нет! Я прекрасно спал! Спасибо! Вот именно! Ну тогда давайте продолжать читать сказку! Сверкала молния, гремел гром, дождь лил, как из ведра! И вдруг в городские ворота постучали! И король пошёл отворять! У ворот стояла девушка, вода стекала с её волос и платья. Она сказала, что она принцесса и попросилась переночевать. Её пустили. Но королева, королева не поверила, что эта девушка настоящая принцесса. Решила её проверить. Она пошла в спальню и положила на кровать горошину. Обычную горошину? Ну зачем? Сверху она положила двадцать подушек, двадцать перин. И принцесса легла спать. Утром принцессу спросили, как ей спалось. Ужасно плохо, отвечала принцесса. Я лежала на чем-то твёрдом, и теперь у меня всё тело в синяках. Я всю ночь не сомкнула глаз. Да, да! И тут все поняли, что перед ними настоящая принцесса. Ещё бы она почувствовала горошину через двадцать тюфиков и двадцать перин из гагачьего пуха. Такой нежной может быть только настоящая принцесса. Вы же мечтали говорить на всех языках сразу. Вы мечтали петь в опере? Да, в десять лет. Ах, милый, милый Бибигон, прошу тебя нам помоги. А-а-а! Ой, Бибигон, я больше не могу, я не могу больше висеть. Останови нас, Бибигон, прошу тебя останови. Ну, хорошо, исполняю. Оп, ляп. Ой. Ну, я же хотела вам угодить, чтобы все мечты и сразу. Вот видите, ребята, что может получиться, если сбудется всё, чего вы захотите. Да, я теперь мечтать, пожалуй, совсем не буду. Ну, почему? Мечтать не вредно. Вредно, когда всё и... И сразу сбываются только самые сокровенные желания. И я, например, весь вечер мечтаю посмотреть мультфильм. Хорошо, Бибигон, исполняю. Смотрим!